Это практически как управляемая ракета. Вы буквально повсюду, и вы можете поразить живую силу и транспортные средства. Если бы не эта штука, бог знает, что бы произошло. БПЛА очень важно, имеет максимальное значение. Для группы ударных дронов батальона «Ахиллес» 92-й бригады имени Ивана Серков всегда есть работа, а не там, где горячо. Долгое время их подразделение выполняло задачи на Бахмутском направлении. Теперь же помогают останавливать наступление российской оккупационной армии на Харьковском. Обязанности в группе четко распределены. Военнослужащий с позовным «Архип» отвечает за сборку и подготовку дрона к работе. Моя работа подготовить дрон к вылету. То есть подготовить БК, подготовить батарейку, ну и выбрать нужный дрон. Потому что есть разные частоты. Архип убежден, без дронов работа штурмовиков и пехотинцев была бы более рисковой. Конечно важны. Но взять хотя бы на примере вчерашнего дня. Была штурмовая группа, штурмовали здание, в котором сидел пулеметчик. Идти просто на пулемет – это смерть. С помощью их пиви обезвредили пулеметчика, зашли в здание. И пленных брали, и зато наши остались все живы. Дроны не могут заменить артиллерию. Так же, как и артиллерия, не может справиться с задачами БПЛА. На фронте каждый выполняет свою функцию. То есть, как бы, сейчас дроны, я считаю, это, скажем, та же самая арта, но менее стоимая и более управляемая. Потому что артиллерия не есть самое точное оружие. Ну, начиная с минометов точно. Дрон, если все нормально в плане сигнала и рэба вражеского, то долетает в цель 90% случаев. За более чем два года полномасштабной войны индустрия БПЛА значительно шагнула вперед. Главное – не терять темпов развития и уметь адаптироваться к реалиям, говорят военные. Инноваций всегда больше, поэтому противник постоянно адаптируется. Радиоэлектронная борьба, частоты. И мы тоже без конца работаем над этими вопросами. Всегда ищем альтернативу. Таким образом, это колоссально изменило войну. Для операторов БПЛА важно тщательно маскироваться и не давать заметить себя противнику. Главное в нашей работе не раскрывать себя, потому что если ты раскроешь себя, ты – приоритетная цель для противника. И они тебя разберут. Они даже могут навести на тебя пару самоходных артиллерийских систем и стрелять без остановки, пока не добьются цели. А может быть, даже запустят пару кабов. Каждый из этих мужчин уже не первый месяц на фронте. И, несмотря на усталость, говорят, расслабляться нет времени. Мы работаем, работаем, работаем. Враг не дремлет. Он все время пытается нас достать. То тут, то там или еще где-то. Поэтому надо работать по максимуму. А придает сил, говорят военное количество уничтоженных вражеских целей и спасенные жизни побратимов.